Всем привет! Вас приветствует кукошка за окошком. Мой петушок имеет самый высокий насест в мире. Ну и, наверное, самый широкий. Я уже рассказывала про испанские дома, что здесь со стороны дома, то есть внутри дома нет подоконника. Ну, я не знаю, может быть, в каких-то и есть, но я не видела ни разу, вот у кого я была в доме, чтобы был подоконник здесь. Ну, у них есть вот здесь подоконник. Он бывает разный, в зависимости от строения конкретного здания, но вот в данном случае он вот такой. И кукошка теперь не просто сидит, вот так вот смотрит вниз, но еще и это рычит на чаек, так он. Еще он и прогуливается. Как я уже говорила, этот подоконник... Опа! Елки-палки! Птичка прыгнула. Половина прищепок, ну не половина, в общем, короче, некоторое, как говорится, количество вылетело туда вниз. Птичек! Надо было убрать их из-под твоих ног. Вот мы так карабкаемся по ящику. Это дикий гиацинт или армянский лук его еще называют. Я уже про него говорила. В общем, в плане цветов этот неблагоприятный подоконник, но в плане прогулки кукошки вполне. Это он там выклевывает песок, землю, в горшке ракушки роняет. Что-то мы сегодня неаккуратно ходим птичек. Как бы вам его показать, чтобы он получше, на него свет падал. Стоит на ящике вот так вот. Ножки динозаврика. Между прочим, если кто не знал, то современные птицы, это, как говорится, современные динозавры. У них строение тела, вот сами посудите, да? И вообще вот голова, вот этот гребешок и даже клюв вполне себе динозавровый. Так, у нас договор. Как закукарекаешь, слезаем.